Нстраков. Драма и трагедия Украины. April. 03. 2015-12-51. Русский писатель и словацкий политик, мой добрый знакомый Сергей Хелемендик взял серию интервью у министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко, который покинул свой пост в результате государственного переворота в Киеве. Источник. Chilomendik.sk Сергей Хелемендик. Прошло больше года после переворота на Украине, который сегодня некоторые издевательски называют революцией достоинства. Переворот начался с расстрела людей в центре Киева, в котором с первых же часов безосновательно и безапелляционно обвинили действовавшую тогда еще власть и вас конкретно. А вот совсем недавно обвинения изменили снайперами, создававшими для Майдана сакральные жертвы, оказывается, руководил прямо помощник президента РФ Владислав Сурков. Узнает ли когда-нибудь мир правду о событиях, этот мир перевернувших, о том, кто, как, когда и почему начал на улицах Киева расстреливать беркутовцев и майдановцев одновременно? Виталий Захарченко. Говорят, что историю пишут победители, и с этим не приходится спорить. Находящиеся у власти в Киеве хунта пока еще чувствуют себя победителем и ведет себя соответственно своим ощущениям. Но я думаю, правду о расстреле на Майдане мы будем знать не только потому, что мы ведем с самого начала свое собственное расследование. Независимо друг от друга расстрел на Майдане расследуют самые разные люди в мире. Недавно об этом снял фильм известный американский кинорежиссер Оливер Стоун. Произошло преступление, целая цепь преступлений, убийств. Произошло средь белого дня, при участии большого количества как исполнителей, так свидетелей и соучастников. Прошел год, и украинские власти не сделали ничего для того, чтобы раскрыть эти преступления. Ничего, кроме голословных и абсурдных обвинений. Конечно, не всегда и не все преступления раскрываются, но во мне есть убежденность в том, что это преступление будет обязательно раскрыто. Слишком огромная и кровавая его цена, слишком много людей по разным причинам будет стремиться открыть мир и правду. С.Х.2. Вы были одним из участников этих событий. Возвращаясь назад, был ли в событиях на Майдане момент, когда еще можно было бы принять правильное решение и предотвратить государственный переворот и последовавшую практически сразу за ним гражданскую войну? В.З. Я довольно много выступал в СМИ на эту тему. Попробую ответить одной фразой. Переворот можно было остановить, если бы у руководства страной было понимание реального положения дела была воля и решимость. Но, к сожалению, не было ни первого, ни второго. Президент Янукович рассчитывал на политические решения и поверил в лживые обещания тех, кто не просто свергал легитимную власть, а еще и, как показало дальнейшее развитие событий, хладнокровно готовил физическое устранение руководства страны. Начавшийся вооруженный переворот можно и нужно было подавлять вооруженным путем и силы для этого были. Не было воли. По прошествии времени становится все понятнее, что сложившаяся к моменту переворота система государственного управления на Украине была уже не жизнеспособной и обреченной превратиться в инструмент чужой воли, что очень трезво оценивалось западными игроками, прежде всего США. Олигархия как форма правления на Украине была обречена. Вы несколько раз говорили о том, что Украины уже нет как самостоятельного суверенного государства, и она уже никогда не вернется к прошлому образу жизни. То есть той Украины, которая была после распада СССР и которую все знали, больше никогда не будет. Что конкретно вы имеете в виду? В. З. Была попытка олигархического правления огромной европейской страной, попытка длиной более 20 лет, которая закончилась расколом страны, хаосом и гражданской войной. Это попытка обреченной историей, безусловно. Но в сегодняшней Украине все делается для того, чтобы олигархия осталась у власти. Все что мы видим это продолжение того же олигархического государства в еще более уродливых формах, но виден уже и конец процесса. Все это на Украине уже не повторится. Говорят, Украина осталась в состоянии, в котором была Россия в 90-е годы. Это не совсем так, в России в самые тяжелые годы олигархического беспредела и семибанкирщины, когда казалось, страна разорена окончательно и бесповоротно, были силы, которые боролись за выживание страны и народа. И победили в этой борьбе. Украина же оказалась страной без идеи, без власти, без лидеров и стала игрушкой в руках внешних сил, стала безвольным объектом политики Запада. Это случилось не в один день, но общая тенденция развития украинской государственности после распада СССР и по сей день именно такова – преобладание алчности олигархов и сросшихся с ними частей государственного аппарата над всем остальным. Иногда кажется, что победила примитивная детская идея – утопи олигархической верхушки. Украина – это такая страна, которую можно грабить и разворовывать вечно и безнаказанно. СХ двоеточие. Недавно вы опубликовали статью о необходимости деноцификации на Украине. Насколько это реально сегодня? В. З. Двоеточие. Это не просто реально, это неизбежно. Фашистская идеология и фашистская практика геноцида несогласных – это продукт идейного расизма, который есть основа фашизма, когда часть народа называют людьми второго сорта, как называют сейчас население Донбасса, и потом эту часть народа начинают уничтожать. Все это на Украине происходит. Другой вопрос, что для деноцификации необходимо сначала победить фашизм. Нужна общенародная победа над этим злом, которая рано или поздно состоится. С. Х. Во все времена были и будут правители, которые призывают врагов на свою землю и предают свой народ ради своей выгоды. Мне кажется, что история Украины последних лет именно об этом, олигархическое правление на Украине очень быстро превратилось в полное и абсолютное предательство олигархами национальных интересов. Не очень важно, под какими лозунгами эти интересы предавались. Важно реальное состояние. Несколько олигархов и сегодня продолжают как бы управлять страной, хотя за нитки давно дергают внешние игроки. При этом народ нищает и часть народа оказалась на грани выживания. Что будет с Украиной дальше? В. З. Двоеточие. Будет стихийно и потом организовано формироваться движение сопротивления. Массовое движение людей за выживание в условиях олигархического разграбления страны и народа. Просто так умереть от голода, холода и болезней и так очистить от себя свою землю украинцы не согласятся. Заметьте, не случайно даже Порошенко заявляет сегодня о олигархизации, хотя выговаривает слово с большим трудом. Возможно, решающую роль сыграет война на Донбассе, которая превратилась в открытую бойню, когда на крови загнанных на войну людей олигархи зарабатывают огромные деньги. Эта война пока всего лишь приостановлена. К сожалению, сегодня на Украине еще нет политической силы, способной возглавить стихийное протестное движение, но такая сила обязательно появится. Потому что история Украины не может закончиться уничтожением страны, она продолжится несмотря на ужас сегодняшнего положения. С.Х.2. Я хочу задать главный вопрос, который мучает сегодня сотни миллионов людей в нашем мире, не может не мучать и вас, почему с Украиной случилось все то, что случилось? Богатейшая страна, образованные красивые люди, огромное экономическое и политическое наследство СССР, выгодное геополитическое положение, прекрасный климат, бесконечные запасы бесценного чернозема. И вот кровь, голод, разруха, хаос, а при худшем сценарии перспектива стать ареной большой европейской, возможно, мировой войны, перспектива полного уничтожения страны и народа. Где и когда произошла роковая ошибка? В. З. Эта роковая ошибка сегодня очевидна, но о ней пока еще боятся говорить вслух прямо и точно. Катастрофа Украины началась с внешне простых и как бы безвредных, но крайне разрушительных идей, которые были предложены и были приняты большой частью украинского общества. Идея первая, Украина, это не Россия, не СССР, а что-то совсем другое, совсем новое, с новой особенной судьбой, обреченная на радость жизни и процветание именно потому, что это новое решительно рвет с Россией, СССР, и так ставит жирный крест на всей своей истории. Простая идея, даже не новая, отрывать Украину от России начинали сотни лет назад, причем у этого были практически цели, присоединить часть Украины к Австро-Венгрии, что местами удавалось. Не Россия означала последовательное идейное и программное отрицание всего русского, некая жирная черта, которую вдруг кто-то подвел под наши тысячелетние истории и сказал, что эта черта последняя и окончательная, что общая история Украины и России закончилась. Потом началось постепенное формирование этого странного убеждения в превосходстве культурных цивилизованных украинцев над дикими русскими варварами. Еще одна идея была вообще стандартная, стерильно унифицированная, только евро-антлантическая интеграция принесет Украине счастье и процветание. С помощью этой идеи были освоены и колонизированы страны Центральной и Восточной Европы, эта же идея сегодня доминирует в балканских странах. В историю войдет формула этой идеи, я девочка, я хочу кружевные трусики и Евросоюз. И наконец фатальной стала идея, Украина это анти-Россия, Украина будет воевать с Россией и победит Россию, причем поразительно быстро был сформирован образ России как врага. А смыслом существования Украины таким образом стала борьба с Россией. Это надо постоянно повторять и подчеркивать, Украине предложили и она приняла саморазрушительные, может бы кто-то скажет еще суровее, самоубийственные идеи. Ничем как самоубийством Украины нельзя назвать войну с Россией, к которой Украины уже годы подталкивают со всех сторон. Таковы основные причины, разрушительные самоубийственные идеи были привиты новому государству Украины и идеи эти уже отчасти реализованы. Click to view. Click to view. Click to view. Оригинал размещен в моем блоге. Leave a comment. Субтитры создавал DimaTorzok